Очистить от незаконных построек площади перед главными рынками, а также центральной улицы Симферополя. Такая задача поставлена перед городскими властями по итогам недавнего заседания Совета Министров. Старт этому процессу уже дан. На прошлой неделе снесли одно из кафе на улице Пушкина. Еще одним камнем преткновения стал торговый центр рядом с Кубышевским рынком. Виталий Попач продолжит тему. Очередной конфликт разгорается вокруг вот этого торгового комплекса, расположенного на площади перед Крытым рынком. Касаемо подобных объектов позиция власти, как городской, так и республиканской, однозначно все будет снесено, причем в довольно сжатые сроки. Внимание общественности на этот пятачок перед рынком обратили на последнем заседании Совмина. Глава республики был конкретен в оценках. Мало того, что людям с ближайших этих пятиэтажек весь вид закрыли вот этой колончой, которую вы построили. Это вообще позор такой, что я вам даже говорить не хочу. Надо найти возможность подумать, процессуальные нормы с прокуратурой изыскать, чтобы эту колончу эти товарищи перенесли в другое место. К заявлению Сергея Аксенова симферопольцы отнеслись с одобрением. Многие считают, что площадь должна быть свободна. Я не думаю, что он сильно украшает эту площадь. Но, с другой стороны, там люди, у них бизнес, тоже проблема. Владельцы торгового центра лично встретиться с нашей съемочной группой отказались, ссылаясь на плохое самочувствие. Но по телефону сообщили, что документы у них есть, и они готовы предоставить их городским властям. Готовы к конструктивному диалогу. У нас есть договор о аренде земли, который выдан в 1996 году на 25 лет. У нас есть свидетельство права собственности. Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев, в свою очередь, парировал, что владельцы сами должны появиться в администрации. Но даже в этом случае торговый центр будет снесен. Вопрос лишь в том, решится это все мирно или силовым путем. То, что сносится будет, это однозначно. Сомнений никаких нет, и пусть иллюзии выкинут из головы все, кто имеет к этому отношение. Говорю сразу, лучше прийти сюда, к нам в администрацию. Мы выработаем план, как это было с кафе Пушкин. Видели, все нагнетали ажиотаж. А в итоге-то чего сопротивляться? Есть законы, которые нужно соблюдать. У городских властей имеется четкий план действий по поводу объектов на площадях перед Куйбышевским и Центральным рынком. Глава администрации в очередной раз подчеркнул, компромиссов не будет. Времени на все про все месяц. Все равно мы это будем делать. Вариант только как. Есть вариант, который дает дальнейшее право работы, нормальной работы на территории города бизнес-структурам. А есть вариант, при котором мы становимся в конфронтацию. Я бы этого не хотел. Собственно, работы в этом направлении – непочатый край. Яркий тому пример так называемая малая архитектурная форма на улице Лермонтово, на которую Сергей Аксенов обращал внимание еще в ноябре. Разговоры о сносе этого ларька ходили еще перед Новым годом. Однако, как видим, он все еще на месте. Строение уже включили в план по ликвидации. Однако, когда его наконец снесут, пока неизвестно. Та же история и с железобетонным трехэтажным ларьком на площади перед Центральным рынком. Его также хотели снести еще в начале декабря. Однако, строительные работы на нем по-прежнему ведутся. Виталий Попач, Андрей Трещук, Александр Смычек. Время новостей.